76 километров дорог Нижнего Новгорода должны получить вторую жизнь в этом году. В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», куда в числе 38 регионов вошла и Нижегородская область, последней было выделено почти 3 миллиарда рублей на ремонт дорожного покрытия. В городской администрации отмечают – все идет по плану. Работы ведутся в графике, и сейчас нет сомнений, что мы по программе БКД «Безопасные и качественные дороги» закончим до начала отопительного сезона. Сейчас активно происходит замена дорожного покрытия в Московском, Приокском и Нижегородском районах столицы Приволжья. На сегодняшний день выполнено на 80% объемы по устройству асфальтобетонного покрытия. Это более 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров. Полностью у нас работы завершены в Советском районе, Автозаводский район, Канаинский район. Всего же в рамках проекта до 2025 года на дороге Нижегородской области федеральный бюджет намерен выделить 9 миллиардов рублей. И это не считая областного и муниципального финансирования. В целом же в регион в ближайшие 7 лет на ремонт и приведение уличной дорожной сети в соответствующее состояние планируется направить за счет всех источников финансирования больше 33 миллиардов рублей. А тем временем работы на улице Самаркандской, что в Канавинском районе, ведутся с отставанием графика в три недели. Когда начали работы перенос коммуникаций, на самом деле начали копать несоответствие. Обнаружили, коммуникации находятся не там, где указана проектно-сметная документация, в проекте. И как раз на это понадобилось время, чтобы получить согласование, переносить коммуникаций. Из-за этого обещанное ранее перекрытие второго участка дороги на этой улице откладывается на неделю. Для того, чтобы сократить отставание работы от графика, принято решение нанять дополнительно еще две субподрядные организации. А вот мост радиорынка в Советском районе пока остается без ремонта. Напомним, около месяца назад переправа частично обвалилась из-за сильного ливня. В городской администрации отмечают, специалисты уже провели обследование сооружения. Он, во-первых, был построен хозспособом без какой-либо проектно-сметной документации. Сейчас организация занимается и уже имеем документы, что у нас будет, какой там мост. Работы по капитальному ремонту переправы начнутся в конце августа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова